Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». У нас в гостях ректор Института развития и образования Андрей Кашаев. Здравствуйте, Андрей Анатольевич! Добрый день! С 2015 года вы уже в должности, прошло достаточно много времени, уже можно подводить небольшие итоги. Какие вектора тогда были намечены и удалось ли их достичь сейчас? На что делается упор? На самом деле итоги подводить пока рано, поскольку все-таки цикл он смотрит обычно за 5 лет и так далее. Но тем не менее уже за 3 года мы постарались в значительной степени улучшить работу и мы это делаем постепенно. Для нас было очень важно, чтобы скоординировать действия всего педагогического сообщества, чтобы привлечь на свою сторону учительство, чтобы учительство стало доверять институту и чтобы, по сути дела, отсутствовал административный какой-то нажим и так далее. Поскольку мы работаем в условиях фактически рынка образовательных услуг и у нас еще есть ряд серьезных, я не скажу, что конкурентов, но серьезных субъектов, учреждений, которые также занимаются повышением квалификации учителей и развивают профессиональные компетенции по другим направлениям. И вот в условиях такого рыночного подхода у нас вот это направление, оно важнейшее на повышение квалификации учителей, оно по сути является одним из главных, хотя не основным. И здесь нам нужно было улучшать качество своей работы. И мы сформулировали основные идеи региональной поддержки системы оценки качества и была сформирована управленческая модель научно-методического сопровождения региональной системы оценки. Как это на практике? На практике она действительно очень практикосообразная, поскольку она позволяет любому управленцу и не только управленцу, изучив ее, выстроить так алгоритм, чтобы по максимуму были использованы в своей работе сведения или сведения о результатах единого государственного экзамена, других исследований, которые проводятся на федеральном уровне, которые проводятся на региональном уровне. И не просто увидеть свои ошибки, не просто увидеть те профессиональные дефициты, которые возникают в своей профессиональной деятельности и, соответственно, какие-то трудности, а уметь посмотреть, что можно в этой ситуации делать. И вот мы в свое время сформировали 14 на сегодняшний день региональных предметных клубов. Более того, эти клубы у нас стали уже, так сказать, вошли в организованную некоммерческую организацию, которая называется Учительская ассоциация предметных клубов Рязанской области. И в клубы входят очень авторитетные педагоги, но вход в них открыт всем, и члены предметных комиссий. И когда мы получаем результаты на региональном уровне того или иного исследования, то мы, соответственно, начинаем выявлять те пробелы, которые оказались в результате выполнения той или иной работы со стороны учащихся. И, безусловно, это обсуждение приводит к тому, что мы ищем пути, мы пробируем лучшие практики на этих клубах, которые бы могли способствовать профилактике того или иного затруднения и так далее. При этом, конечно, вот это обсуждение, оно вовлекает в себя абсолютное число участников и может вовлечь, поскольку у нас все заседания транслируются на всю Рязанскую область, на все методические службы. И, с другой стороны, образно говоря, есть специалисты, руководители методических объединений муниципальных по предметам, которые также принимают участие в разговоре. Мы работаем на единой информационной платформе уже давно, это нам очень удобно. И после этого обсуждения уже клубы вырабатывают рекомендации для учебно-методического объединения системы общего образования. Эти рекомендации направляются, опять же, повторно уже обратно в муниципалитеты, так, чтобы они могли использовать в своей работе. То есть, на что внимание обратить, где у нас сложность учеников? Это одна сторона медали, другая сторона – это исследование профессиональных компетенций. Регион уже не один год участвует в апробации системы аттестации, которая проводится сейчас, это апробация на федеральном уровне. И нам очень в этом повезло, почему? Потому что, так сказать, нам предлагаются измерительные материалы, нам предлагаются процедуры, которые формируются на федеральном уровне. Но наши учителя, например, русского языка, математики, некоторых других предметов, как было это в прошлом году, проходя вот эту процедуру, фактически выявляют и выявляются их профессиональные дефициты. Нам это очень помогает. Пока идет еще пилотный проект, пока мы участвуем в этом пилотном проекте, пока идет еще экспериментальная часть, и тем не менее мы не стоим на месте. Мы сами на основе федеральных стандартов образовательных, на основе профессионального стандарта педагога, на основе, так сказать, предметных областей, мы уже формируем и создаем механизмы выявления профдефицитов конкретно учителей предметников. С чем сталкиваетесь? Самое распространенное, скажем так, это умение работать в непростой психологической ситуации. Если какая-то ситуация, например, возникает на уроке и так далее, то в этих непростых условиях не все готовы работать. Ну, к примеру, поэтому таких компетенций достаточно много, они все, кстати, как я уже сказал, прописаны в профстандарте, и мы стараемся еще до, так сказать, появления единой процедуры аттестации, тем не менее мы стараемся это выявлять уже непосредственно у педагогов, которые приходят к нам на курс. За эти годы, благодаря вот этой работе, клубной работе, постоянному участию в проектах, постоянной связи с федеральными издательствами и Российской академией образования, мои кафедры, они сумели вот ситуацию переломить в каком плане? Мы уже практически не слышим какие-то нарекания в адрес учителей предметников, это меня не может не радовать. Вот. Второе направление, которое мы должны освоить, и очень серьезно мы им сейчас занимаемся вместе с Министерством образования, это прежде всего выявление управленческих компетенций. Мы готовимся к единой системе аттестации руководителей. И третье большое направление, над которым нам еще стоит работать, это среднепрофессиональное образование. Но при этом сделано много у нас конкурсное в рамках национальной системы учительского роста, не только повышение квалификации, но и конкурсное движение. Здесь Рязанская область очень активно участвует в этом, поэтому и добивается хороших результатов. Из последнего вы, наверное, знаете, что наш преподаватель основ православной культуры Софья Олеговна Никулина в прошлом году стала победителем Всероссийского конкурса учителей, который проводится вместе с Московской патриархией. Это конкурс за нравственный подвиг учителя. Она была у нас в студии. Вот. Прекрасно. И вот для того, чтобы конкурсное движение, чтобы добиваться результатов серьезных регионов, в данном случае нашему институту, приходится проводить очень большую работу для того, чтобы этих высоких результатов наши учителя достигли. Потому что одно дело выявить на региональном уровне, другое дело подготовить на федеральном. Впрочем, как это происходит и с нашими детьми-олимпиадниками талантливыми. Просто здесь речь идет о талантливых и лидерах, так сказать, образовательной сферы, а здесь речь идет уже о детях талантливых, ободаренных. Кстати, о детях. Если говорить об олимпиадниках, есть ли какие-то особые программы для ребят, которые позволят подготовиться как раз к олимпиадному уровню? Потому что понятно, что оно очень сильно отличается от ЕГЭ, где мы привыкли к тестированию, привыкли к жесткой системе оценки, да, там есть критерии определенные. В олимпиадах все по-другому. Здесь я с вами согласен абсолютно, это действительно по-другому. Это не подготовка к единому государству или к ОГЭ, то есть государственная долгодицация в 9 классе. Все-таки речь идет об особых формах работы с талантливыми детьми. И здесь мы не говорим о просто наставничестве, мы говорим здесь о серьезной тренерской работе. И слава богу, такие тренеры у нас есть и в институте, и в целом регионе. Важно правильно найти тех, с кем работать, и очень правильно подобрать того человека, который был бы искренне заинтересован и старался работать на продукцию, на результат. Очень непростая тема, на мой взгляд, потому что год на год здесь не приходится, но все-таки Рязанская область показывает всегда достойные результаты. И вот буквально недавно пришло сообщение о том, что учащийся 4 лицея стал победителем во Всероссийской олимпиаде по русскому языку. И, так сказать, есть у нас уже призерство, поэтому мы очень надеемся, что сейчас еще результаты будут лучше. Поэтому уже есть о чем говорить уже в этом году, так сказать, с новым циклом. Но надо сказать, что мы, когда встречались достаточно долгое время назад в этой студии, и вопрос, который мне адресовала ведущая, это наша школа. Школа физико-математическая для одаренных детей. Я могу сказать, что она продолжает свою работу. И Министерство образования и правительство области выделяют уже большее средство с каждым годом на ее работу. И проводятся выездные сессии, загородные сессии для ребят, которые заинтересованы в физике, в математике. Но надо сказать, что случайных детей нет. Это действительно заинтересованные дети. Это отбор какой-то проходит? Да, изначально проходит отбор. Это не скажу, что такой конкурс, но есть определенные параметры, по которым муниципальное образование направляет в нашу школу талантливых детей. То есть это на усмотрение учителя, по большому счету? Это на основе того серьезного анализа, который проводится в муниципалитетах. И один учитель здесь роли не сыграет. Здесь идет уже сообщество образовательное, которое направляет ребенка непосредственно в данный центр. Качество этой работы улучшилось. И на сегодняшний день занимаются преподаватели наших ведущих вузов. И нас это не может не радовать. Поэтому вот эту работу мы проводим, так сказать, в более массовом порядке. Ну а что касается подготовки уже на региональный уровень, то, слава богу, что по ряду направлений, как я уже сказал, у нас есть тренеры, которые являются и учителями школы, которые некоторые работают у нас. Поэтому некоторые в других вузах. И, в общем-то, мы всегда надеемся на хорошие результаты в этом отношении. Потому что основа для этой работы, в принципе, она у нас есть. То есть это цикл лекций, которые читаются ребятам? Нет. Ведь мы говорим сейчас об интерактивности определенной. Мы говорим о системно-деятельностном подходе. Мы говорим о том, чтобы наши слушатели, скажем так, были живыми участниками всего. Не только рецепиентами информации, но и теми, кто может дать продукцию определенную на этом поле. И, безусловно, лекции – это все хорошо. И занятия – это хорошо в такой традиционной форме. Но мы стараемся уже, в общем-то, и в нашей общей работе отходить от таких привычных форм. Поскольку наиболее действенные – это и тренинги определенные. Это умение работать и с информацией, решать практические задачи. Поэтому лекции – это такой здесь академизм. Это форма организации обучения, когда знание перетекает из уст в уши и так далее. Где идет определенное мышление. Безусловно, есть большая польза. И там, где лекция необходима, это необходимо. Но там, где можно, а в олимпиадном движении даже нужно использовать тренинговые формы. Это постоянное решение задачи, это постоянное их обсуждение. Это вот через такие формы достигается положительный результат. Вы сказали о школе. Что является итогом ее работы? То есть к чему ведут ребят? К поступлению в вузы какие-то престижные, к олимпиадам или развитию? Это все побочное. Что главное? Самое главное – это развитая личность. Это человек, который готовый к вызовам. Который уже решает сейчас, обучаясь в школе, ряд задач. И он уже просто после школы выходит на некий новый уровень. А вот развитая личность, готовая к определенным изменениям. Патриотически воспитанная. Вот, наверное, которая любит свою родину. Готова и старается работать для странной личности. И при этом образованная хорошо. Что такое образованная? Это и воспитанная, и развитая, и обученная. И, наверное, вот это тот самый идеал, тот самый стандарт, который лежит в основе любого федерального государственного образовательного стандарта. Поэтому то, что хорошие результаты – это уже все идет просто некие мычки, по которым можно судить о качестве работы образовательной системы. Какие предметы? Они охватывают всю школьную программу или это основной русский язык, математика, физика? Мы анализируем абсолютно все и должны анализировать абсолютно все, потому что есть базовые предметы, о которых вы сказали, а есть те, которые, по сути дела, формируют профилизацию определенную. То есть это, естественно, математический цикл или, естественно, научный цикл, это гуманитарный цикл. И в соответствии с тем или иным направлением ребенок уже фактически формируется как будущий специалист, как человек, который готов принимать участие в какой-то общественно-полезной деятельности, в профессии, там, неважно. И все предметы или часть их дают ему такую возможность. Поэтому для нас качество знаний не только по математике и по русскому языку, но и по другим предметам, те, которые изучают в школе. Но мы уже ведь говорим в последние годы не о межпредметности даже, мы уже говорим о метапредметности, мы говорим о метапредметных результатах и компетенциях, которые надакадемическими, которые дают человеку возможность эффективно действовать, результативно действовать, несмотря ни на какие предметы. Спасибо вам большое за интересную беседу, что пришли к нам в студию, а нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас был ректор Института развития и образования Андрей Кашаев. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин